Привет, друзья! Мы продолжаем проходить ПВЗ 2 международная версия. И у нас какой-то новый эпик квест. Давайте посмотрим, что там. Так, это премиум Сиды опять. Хотдейт. Что за хотдейт? Ну, сейчас погляди. Также у нас тут есть на пиратские моря, но они уже все, да, expired. Это уже все обидно. Хорошие вот эти вот растения в пиратских морях. Ну ладно, давайте посмотрим, что там за эпик квест. Всего 8 шагов. Возможно, будет сперва 4, потом еще 4. Посмотрим, друзья. Итак, первый шаг. Так, вот это, видимо, растение, да? Ну, теперь я знаю, как оно работает, это растение. Оно притягивает к себе зомби. По идее, должно притягивать к себе зомби всех. Вот, видите, да? Ну, как всех, на соседних линиях. Ну, и потом уже, так сказать, после того, как они его съедают, происходит... Такая вот выжигается линия, да? То бишь, пока что подождем. Вот эти чувачки должны, по идее, тоже его как-то съесть. Вот, его надо использовать экономно, это растение, то бишь, не высаживать сразу, иначе его просто быстро съедят. Вот, вот эти ребятки быстренько его скушают, будет не очень хорошо. Так, сгорит? Нет, не сгорел, печально. Хотя он на горячую землю спустился, ну да ладно. Потому что малые быстро очень съедают, поэтому проблема. Причина, вернее. Так, вот здесь вот разместим. Немножко их так подкоцаем. Может быть, это что-то даст. Задержим их немного, потому что надо экономить вот эти вот растения. Стараться экономить. Тобишь, собрать как можно больше зомби надо, извините. Как же там за украшуки? Общ��, вернее. Как бы они оказались. так я так понимаю это уже последний ребятки так это пока придержим давайте раз у нас есть пленты посмотрим как это все работает а он всех видимо заманивает на большую площадь но это такой себе друзья в кавычках легкий уровень конечно но интересно мне он понравился такой любопытный опять же надо знать особенность этого растения да вот обязательно притягивает само к себе и от сердечки безусловно это сильное растение здесь так и где да где наш пепи квест лота а здесь появились новые задания на о темном векам в общем то можно тоже их повыполнять посмотрим друзья сейчас мы продолжаем на ходейд 2 шаг смотрим что там и так друзья здесь хитрожопая пиньята она уже была как-то она все равно с наебом поэтому здесь есть на чем за пейлица это естественно будет располагаться здесь ну и вот это растение где-то здесь надо будет поближе держать я думаю в этом заключается такой вот момент потому что если мы где-то вы здесь будем держать то они будут успевать доходить до картошки как по моим подсчетам потому что его нам дают не сразу взамен да вот с каким-то интервалом поэтому как-то так будут также появляться шуты но шутов особо опасаться не стоит они для отвлечения в основном внимание так то не особо нам вряд ли помешают у нас должен быть запас обязательно до картошки чтобы никто не дошел по возможности но это никак не должно беспокоить сейчас не очень быстро съедят здесь можно в принципе кормить задерживаться там подольше в основном корме почему нет у нас есть еще он там соберем толку побольше ну и все мы с ними разобрались основной массой давайте конечно тоже быстро съедятся тут чуть попишешь в принципе это уже не так эпично есть большой запас сейчас опять дадут от растения опять же толпа есть резон вот когда его погрызут немного да так вот делать продлить ему так сказать да жизнь ну а так вот примерно так друзья проходится этот уровень я даже не побоюсь слова пиньята потому что такой уже был и выступал этот уровень в качестве пиньяты а вот сюда вот высаживать непосредственно близко к бомбам нет смысла будут успевать доходить вот поэтому лучше где-то вот в этом районе вот как то так обращать внимание то что там вот эти вот шуты и откидывают нет смысла потому что они ну да и гарлика будут разрушать там очень быстро гарлика как вы видите хватает вполне на вот сами бомба не помню как не действует то что отбивают единственное то что могут вот эти вот растения вынести но нам быстренько дадут замену забираем монетки ой смотрите мы даже выполнили какой-то квест ну и отличненько правда его не засчитают как дополнительный магнитогрипп нам весьма весьма пригождается вот это бесполезная вещь ну как бесполезно ей можно как бы пользуются да вот этим вот растением но по большому счету мы его не берем итак третий шаг смотрим что там итак друзья здесь вот эти вот растения и они с кнопками с двух сторон эти кнопки их уничтожит поэтому надо сделать так чтобы зомби не нажимали на кнопки а вот чтобы сходили с линии там где они идут к кнопкам вот такие дела но не вижу нигде высаживайте растения кроме как вот в этих местах и эти места надо максимально усилить я подозреваю потому что в принципе только так больше как еще дают четыре растения вот этих вот будем их защищать и обновлять периодически да потому что оно больше не знаю как по-другому нам также дают дополнительные растения вот такие вот ну пожалуй-ка я вот здесь их буду высаживать чтобы защищать вот это вот новое растение собственно на которое дают пакеты оно очень сильное друзья очень крутое в кавычках да вот так вот мы будем действовать то бишь чем больше стоит это растение тем нам лучше а и вот эти чуваки тоже смотрите что появляются да естественно как же без них так он нам никак не помешал поэтому давайте-ка вот так вот мы сделаем что-то они пусть все нафиг проедают ооо фраунчик смотрите фраунчик фраунчик интересный тем на самом деле ну-ка вот так вот сделаем ну-ка вот так вот установим тэкс пайд так опять чуваки он там сверху появились давайте играть его подсадим это заниматься будем задерживать в это время вот этот нижний гаргантю нас никак не беспокоит хотя вот он там мало кидает на все фигня одного спалили уже ну вот как то так проходим друзья даже бунты остаются но тут хитрый уровень на самом то деле он класс друзья мне понравился но есть некоторый элемент рандома но он очень незначительно вот сверху например гаргантю мог таки пройти если бы мы не было ему что подсаживать да именно вот эти вот растения но в любом случае их можно было выкопать сверху и подсадить ему в общем три клеточки это единственный рандом все остальное на параштистов всего хватало вот многовато нам тут второстепенных растений подбросили а за счет них мы в общем то тащили очень неплохо так ну и что четвертый шаг давайте смотреть что там итак друзья здесь нас будут ловить на том что курицы быстро очень перемещаются и могут забежать цветочную линию а на курицах нас и будут подлавливать вот а так в принципе все достаточно просто можно даже ускориться здесь немножечко нас будут спасать шипы но шипы будут у нас пытаться забрать при помощи рояля поэтому рояль над будет каким-то образом пытаться убрать по возможности также стараться не атаковать вот этих вот ребят надо потому что может возникнуть проблемка если мы их атакуем очень быстро им желательно вот и торопиться все это так сказать курочки тоже притягиваются к этому растению такие дела вот этот чувак нам будет очень сильно здесь вредить видите нам мы сейчас не можем эти могилки нам мешают все подсадить высадить и так далее как курица очень быстро склюют скорее всего да это как бы не очень страшно потому что она схватила не всего можно на всякий случай еще один на 10 высадить так где то пианино но я его не вижу так где то пианино но я его не вижу а пианино лучше сразу конечно шипит что бывает так вот еще курочки бегут ну как бегут пока идут да ну это последняя волна уже на самом деле давайте вот так вот сделаем так восстанавливаем так восстанавливаем вот эти ребятки пусть не торопясь так подходят вот я слышу рояль но его не вижу не знаю а 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 вот тут какой-то вот такой вот обманщик да и вроде бы и шипы вроде бы растения но все равно съедаем побежать здесь вот есть некий такой момент что она может тот шипы не достают мы давайте на продолжим проходить этот эпик квест в следующий раз сейчас доиграем вот эти вот темные века посмотрим так а не друзья тут какая-то опять замута вышла и блин мы продолжаем ладно там все это грёбанное континью континью надо посмотрим ладно так ну что здесь у нас видимо вот здесь вот надо высаживать хотя все еще можно здесь два раздают почему не до на луковица защищать ага у нас еще вот эта фига тень смотрите к че дэм нам надо усилить там где пушки сразу и хвалить по возможности толстые зонки конечно же дойдут все съедят но мы все равно будем стараться их так как-то продамаживать так 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 селе растением это как бы не слишком страшно пока вроде бы справляются все эти дела так подсаживаем вот как то так справились в принципе это не очень сложно вырвать был так давайте уже уходите я думаю что хотя бы третьих уровня надо как-то оставить вот видите тут вот продолжение непонятно то ли выход то ли чё ли закрываем опять же прикольно друзья прикольно это явно баг какой-то непонят не могу выйти из этого гребанного меню нажимаешь продолжить и продолжается пик квест да а вот выйти или как-то закрыть возвращает основное меню хочу за бред я хотел поиграть вот этих хвостах обычных а нас практически вынуждают продолжайте по квест хотя я хотел не просто поиграть этих дополнительных квестах но еще посмотреть нет и дополнительных подарочков до чтобы понять почему не дают да но эта игра заставляет нас как-то так что-то как-то не продумали этот момент ну ладно давайте ладно продолжим этот уровень с наебом друзья с таким довольно сильным здесь это растение будет больше мешать чем помогать от него будет зависеть пройдем этот уровень или не пройдем ну тут все печально друзья здесь у на 20 начале высаживать вот эти вот черри там понадобятся очень сильно их надо по возможности и тратить только на попугаев и на колдунов которые здесь вот собственно попугай нарисовался который будет сейчас гадить мы забьем на этого попугая пусть тут утаскивает нам будут периодически подбрасывать все равно накопим черри когда совсем нам нам будто не необходимо они не так уж дыхают эти ласки и довольно сложно как-то валить на самом деле побежали как с курицами там есть небольшой бак они все таки пробегают такие дела вот надо валить конечно ребят опять колдун появился а 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 Так, выбегают наши зверёчки. Ну, если честно, я думаю, что мы всё-таки выиграли, да? Ну, да. Ну, такой уровень не очень, друзья. Здесь будут эти могилки очень мешать. Ну, вы всё сами видели. Просто куча зомби, и многие зомби направлены на то, чтобы забирать именно растения. Потому что в каком-то случае их быстро прогрызают, медленно, в общем, такие дела. Тут главное придержаться. Так, ну и смотрим, что там у нас на седьмом шаге. Понятно, здесь будут залепливать пытаться. Подбрасывают и Диан Джонса, и потом будут залепливать, да? О-о-о-о-о-о-о. Ту-бишь, надо подумать, как... Ух ты, он уже сдох. Сдохлый, да? Так сказать, к нам дошёл. В あ-о-о... Да пошёл... Ух... О-ох! Ту-ху... Вот он, залеплятель появляется. Давайте ему вот так вот подкидывать будем цели для залепления, которые нам не очень подойдут. Пусть он там залепливает всякую херотень. Так, хорошее растение, я собаку залепил, ну ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну, опять же, да, вот эти строчки помогают. Ну, в принципе, справились довольно-таки быстро. Предыдущий сложнее был. Ну и давайте смотреть, что там на восьмом шаге. Здесь будут зомби, которые не едят вот это растение. И за счет этого будет проблема. Также сильные проблемы доставят шарики, которые быстро перемещаются. Толстые сами по себе. И их надо останавливать до того, как они долетят. Продолжение следует... Так, это лучше на шарики, на самом деле, оставить. Ну, ладно. Продолжение следует... Так, вот они, шарики. Надо так не тормозить немного этих ребят. Чувак этот проходит, смотрю, да? Залепим их там вверх. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... гаргантила смотрите тоже до смещается я думаю мы его так забьем так ну это был последний уровень забираем сид пакеты 80 вот этих вот у нас есть да то бишь вот так не хило прокачали ну и ладно давайте уж попробуем выйти вышли друзья и вот смотрите да почему-то нам не дали подарок хотя в принципе была такая возможность его получить но это все в кавычках баги игры даже не баги это специально видать сделано лак давайте забрать попробуйте подарочки поиграем немножко а на темных веках а итак друзья это сложный уровень это сложный уровень потому что у нас будет начали достаточно солнышек давайте ускорять все это дело эти грибы долго растут и в том проблема скорее всего понадобятся они в 2 ряда это обычно бывает таких уровнях и естественно здесь профит не будет использовать гриб вот этот вот 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 Так, именно грибы нам нужны, друзья, будут. Вот такие вот. Так, да, вот появляется вот этот вот колдун, колдун это проблема, но ничего не попишешь, этих колдунов надо будет валить как-то так, влези стараться, где-то подмораживать, к сожалению, мы теряем гриб, ну ладно. Колдун, я надеюсь, скоро откинется, да, он сдох. Это наш шанс, пока он сдох. В принципе, и оборота достаточная, друзья мои. Субтитры сделал DimaTorzok А все, дальше нам надо заставлять стенки, по возможности сверху можно грибы, потому что там сейчас везде скоро шуты пойдут. Вот, грибы, только грибы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Достаточно солнца уже получаем. Все так как бы неплохо. Конечно, идут колдуны, но мы, я думаю, от них избавимся очень быстро. И идут шуты. Шуты далеко не уйдут. Так, и у нас есть даже лишние пункты. Поэтому сделаем вот как. Этот уровень проходится именно на дымогрибах вот этих вот. В основном. А стеночка нужна временно, потом ее приходится убирать. Единственное, эта стенка, она забирает довольно-таки много солнца у нас в начале уровня. Ну вот сейчас дают вот дополнительный подарок. Видите, а тогда не давали в процессе. Конечно, многие найдутся, кто скажет, что вот надо было специально именно кусты проходить. Но мне кажется, это баг, друзья. Специальный направленный баг, чтобы мы не получили дополнительные прокачки. Это даже не баг, то бишь, а это специально разработчики сделали, чтобы нас лишить вот дополнительных вот этих подарочков. Если кто не понял, я говорю про ситуацию, когда мы играли на эпик квесте, да, прошли там один из уровней и нам нифига не дали. Вот именно из дополнительного подарочка. Хотя выполнили задание и играли в предыдущем уровне. Почему в предыдущем уровне, потому что все уровни из Dark Age уже пройдены. единственное то, что, может быть, пиньядка-то не работает. Но, тем не менее. Так, ну и давайте идти дальше. Так, бесполезно, но это более-менее. И бонус. Так, короли зомби. Так, ну вот тут уже был какой-то набор, давайте его и возьмем. Устаешь от этих вот уровней, где тебе что-то подкидывают какие-то растения, наборы непонятные, которые не очень хорошие, в кавычках, да. Вот. А эти вот легкие уровни практически неважно, какой уровень, если мы сами выбираем, чем играть, то это, конечно, легко получается. Опять же, относительно легко, зависит опять же от того, что за уровень. Можно было его лучком остановить, ну да ладно. Поехали. Ух, ух. Продолжение следует... 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 Неплохо атакует этот мелкий грибок. Давайте целую стеночку попробуем сделать. Сейчас подлетят птички наши, и мы под ним стрелим в него, что называется. Вот они уже начинают сиреть. Подождем григотью, а для большего профита. Так, он может съесть наш грибок. Товарищи ребят, мы просто расстреляем этот. Сейчас они подойдут поближе. Опять же григанчула. Так вот сделаем. Усилить на него, так сказать, атаку. Усилить. Живучий, смотрите, какой, да? О, две с половиной тысячи монет надо уже. Ну, монеты нам не особо нужны. Можно также еще раз играть. Ну, мы уже знаем примерно как действовать. А я даже думаю, что можно вот здесь начать высаживать, почему бы и нет. Так. Эти пока трогать не будем, пожалуй. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok